В прошедшем выпуске про 2001 год мы разобрали две телеигры первого канала, которые стали основой для его новой концепции вещаний. Сегодня мы разберем еще одну, а также одно известное событие, в котором приняли участие герои сегодняшнего и прошедшего выпусков. И еще одна телеигра. 2 апреля 2002 года на ОРТ вышла абсолютно новая телеигра под названием «Русская рулетка». Она является адаптацией американского формата с одноименным названием, но стоит отметить, что первый выпуск российской версии вышел раньше, чем оригинальная американская, и шла наша адаптация на год дольше, чем американская. Более того, российская версия имеет несколько отличий от других версий и оригинала. Ведущим новой телеигры стал Валдис Пельш. До этого уже бывший лицом телеигры «Угадай мелодию», но в рулетке Валдис кардинально сменил свой образ. Как говорил когда-то ютубер Чак Ревью, казалось, что в какой-то момент у Валдиса из глаз пойдут кровавые слезы. И действительно, формат данной игры был намного прочнее даже слабого звена. Свою роль играло и мрачное оформление студии, и саундтрек Сергея Чикрыжова, и сама тематика игры про столь опасное развлечение. Игра пользовалась большой популярностью, и вместе с Полем Чудес, слабым звеном и Кто хочет стать миллионером, стала одной из самых популярных программ Первого канала. В игре был шанс выиграть 1 миллион рублей, но за всю ее двухгодичную историю только четверо игроков приблизились к этой сумме, но проиграли. Несмотря на то, что игра производилась совместно телекомпанией VIT и ООО «Общество открытых окон», права на нее остались у Первого канала. Хотя в 2023 году стало известно, что и Первый канал не имеет прав на рулетку, поскольку это адаптированный формат, и все права остались у Sony Pictures. Таким образом, выпуски есть в архивах как у VIT, так и у Первого канала, но из-за сложности с лицензированием никто из них не может выложить их в открытый доступ. Хотя VIT как-то пытался и выложил первые четыре выпуска, но они были заблокированы по требованию Первого канала. Теперь мы знаем про четыре главные телеигры Первого канала. В канун нового 2003 года производители этих телеигр решили провести значимую акцию, получившую название «Исключение из правил». В ее рамках 23 декабря 2002 года в эфир вышел выпуск телеигры «Кто хочет стать миллионером», который провела Мария Киселева. 24 декабря вышел выпуск «Русской рулетки», которую провел Максим Галкин. 25 декабря выпуск «Слабого звена», который провел Леонид Якубович. 27 декабря выпуск «Поле чудес» с Валдисом Пельшем, который принял у Якубовича эстоветную палочку в виде его усов. Финалом акции стал выпуск «Поле чудес» от 30 декабря 2002 года, где все четверо вели свои отрезки программы. Так, Мария Киселева вела первую тройку, а Леонид Аркадьевич в это время заменил «Риму Агафошину», открывая буквы в загаданном слове. Максим Галкин провел вторую тройку игроков. Курьерным случаем является, что в конце тура его облили шампанским, так как ассистентка ведущего споткнулась на лестнице. Валдис Пельш провел третью тройку игроков, а Леонид Якубович – финал игры. Суперигру в конце выпуска провели все четверо ведущих, причем ее правила были слегка изменены. Было 4 суперприза, из которых финалист должен был выбрать один, выборов любимого телеведущего. В выпуске приняли участие игроки, ранее принимавшие участие в телеиграх «Слабое звено», «Русская рулетка» и «Кто хочет стать миллионером». В 2002 году Первый канал смог подобраться по интересности к его золотым временам. Новые телеигры были смелыми и реформаторскими. Но позднее началась полная стагнация. «Русскую рулетку» и «Слабое звено» закрыли, «Кто хочет стать миллионером» погрязло в звездных выпусках на долгие годы. И «Поле чудес» уже не может в одиночку вытягивать зрительское обнимание, хотя и продолжает оставаться одном из самых популярных телеигр. Такие крупные акции, как «Исключение из правил» больше не проводились, хотя в настоящее время они могли бы поднять рейтинги. Продолжение следует... Продолжение следует...